Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сейчас в преддверии праздника все мы задаемся вопросом, что же подарить нашим родным и близким. И я давно хотела снять для вас видео с идеями разных подарков, но я никак не могла структурировать его так, чтобы это не была какая-то большая каша просто. Потом увидела видео Ани и Станьяны, где она рассказывала тоже о своих идеях подарков. Я подумала, что вот это вот классная идея, именно подать разными категориями. Поэтому, если вы Ани на видео еще не видели, то обязательно тоже сходите и посмотрите. И, соответственно, если вам интересно посмотреть, какие идеи подарков я могу вам предложить, тогда продолжайте смотреть. Ну и раз уж канал у меня косметический, давайте начнем с косметики. И тут у меня для вас есть несколько вариантов. И первый вариант, на мой взгляд, абсолютно беспроигрышный. Это подарить какую-нибудь универсальную палетку теней с разными текстурами, с разными оттенками, для того, чтобы она подошла, ну, практически любому. Я, как вариант, предлагаю вот такую вот палетку LORAC PRO, потому что в ней ежедневные такие оттенки, очень интересные. То есть, в общем-то, они подойдут любому. И здесь и холодный, и теплый, и нейтральный подтон есть. И также здесь есть целый ряд матовых оттенков, и целый ряд шиммерных. Поэтому человеку, который любит либо матовые, либо шиммерные, обязательно можно будет найти какие-то оттенки для себя. Ну и, соответственно, для тех, кто любит экспериментировать, можно будет использовать разные. Так что, на мой взгляд, это абсолютно идеальная палетка. Тем более, она идет в комплекте с праймером для теней. Так что, я думаю, любой, кто получит такую палетку на Новый год или на Рождество, будет просто счастлив. Второй вариант косметического подарка я бы предложила вам сделать люксовый. Объясню почему. Дело в том, что очень часто есть какие-то вещи, которые мы очень хотим, но которые мы не покупаем себе по ряду причин. Либо это слишком дорого, либо нам просто жалко тратить деньги на то, что, ну, в общем-то, является некой блажью. То есть, я вот, например, очень люблю получать в подарок такие вещи, которые я очень хочу, но сама себе бы не купила. Как пример такого люксового подарка, который не каждый сам себе купит, я предлагаю вот такую помаду от Guerlain. Она стоит порядка 50 долларов, может быть, даже чуть больше. Но вот в подарок такую помаду было бы очень приятно получить, потому что, ну, это все-таки какой-то такой, знаете, роскошный подарок, на мой взгляд. Это очень тяжелая металлическая упаковка. Когда вы открываете ее, здесь есть зеркало, ну и, соответственно, дальше вот такая вот помада. Я бы предложила выбрать какой-нибудь либо абсолютно нейтральный нюдовый оттенок, либо уже тогда ярко-красный, потому что ярко-красный идет, ну, практически всем. И я думаю, что любой женщине было бы приятно получить вот такую помаду, тем более, если это будет красная, потому что она все равно, скорее всего, не часто будет ею пользоваться, значит, эта помада ей прослужит подольше. И еще один вариант косметического подарка. Я недавно открыла для себя просто обалденный сервис, и я настолько в восторге от него, что я абсолютно никак не могу не поделиться. В общем, девчонки, которые живут в Америке, вот этот вариант для вас. Если вы любите разные ароматы, пробовать разную парфюмерию и, ну, в общем-то, не обязательно пробовать постоянно разную. В общем, давайте расскажу по порядку. Сейчас в Америке появился новый сервис, который позволяет за 15 долларов в месяц получать каждый раз новые ароматы. И причем каждый месяц вы будете получать вот такую вот большую бутылочку. То есть, по сути, я не помню, сколько здесь точно миллилитров, я напишу внизу, но вот такого флакончика должно хватить вам на месяц ежедневного использования, на пару пшиков, если не ошибаюсь. Так что, по-моему, это обалденный просто вариант попробовать разные парфюмы всего за 15 долларов. Причем, когда вы первый раз только оформляете подписку, вам приходит вот такой вот контейнер для того, чтобы носить сумочки. Вот так вот вы поворачиваете, выдвигаете, соответственно, распылитель, вы нажимаете, ну, то есть, используете как обычный парфюм и задвигаете обратно. Мне напоминает упаковки дорожных парфюмов от Chanel. Вот, на мой взгляд, это, по-моему, просто обалденная идея подарков, потому что человек может попробовать разные парфюмы в очень красивой упаковке, согласитесь, выглядит очень солидно. И это очень удобно носить с собой или брать с собой в поездки, потому что довольно небольшой объем, но, тем не менее, хватит здесь на месяц. Короче, я в огромном восторге. Я себе сейчас выбрала вот здесь у меня Huga Boss Deep Red. Я настолько давно знаю этот аромат, но настолько он мне не подходил, насколько он подходит сейчас. Я просто в огромном восторге. Я сейчас поворачиваю, чувствую этот аромат здесь и балдею. Так что ссылку, опять же, на этот сервис я оставлю внизу. По-моему, они сейчас работают только по Америке. Но вот идея просто обалденная, я буду обязательно дальше пользоваться. Следующая категория подарков, которые я хотела бы вам предложить, это разные гаджеты. Но я, естественно, не буду предлагать вам всякие айпады, айфоны, лаптопы, фотоаппараты дорогие, потому что это очевидно, вы сами понимаете, тут вы выберете сами то, что вам надо. Я хочу показать что-то попроще, о чем мы не всегда догадываемся, например, как вариант подарка. Первое, это читалка Kindle. Это, по-моему, просто отличная вещь для людей, которые любят читать, при этом часто путешествуют, или у которых маленькая квартира. Потому что я люблю почитать, но часто у меня это не получается делать, а в основном в путешествиях. Поэтому мне удобно взять одну с собой такую книжку, а не тащить ворох книг, потому что все-таки, если путешествуете на самолете, тогда вы не можете просто по весу взять много всего. Так что вот это очень удобно. Плюс у меня это Kindle Paperwhite, то есть он у меня идет с подсветкой. И на пляже я могу читать совершенно спокойно, потому что он светится достаточно, чтобы видно было все, что, соответственно, написано. Так что вот эта обалденная вещь, она стоит, в общем-то, не сильно дорого, но это очень классный подарок. Тем более, если, например, как я уже сказала, человек живет в маленькой квартире, у него просто нет возможности хранить большое количество книг. Так что вот это вот очень-очень удобная и очень полезная вещь. Следующий вариант подарка — это вот такой вот маленький iPod, он стоит, на самом деле, совсем недорого. Но это отличная просто вещь для тех, кто занимается спортом и любит там бегать под музыку, например, или для тех, кто вообще просто постоянно любит слушать музыку. Так что вот серьезно, я была бы очень рада, если бы мне такой подарили. Тем более, можно выбирать разные цвета. Следующий вариант подарка от Apple — это наушники. Вроде бы абсолютно банальная вещь, но с другой стороны, я знаю, что у большинства людей наушники просто горят. У меня они постоянно путаются в сумочке или там, не знаю, ну, в общем, они просто изнашиваются. Поэтому я думаю, что наушники никогда лишними не будут в качестве подарка. Так что предлагаю вам либо от Apple, либо другие, о которых я вам сейчас хочу рассказать немножко подробнее. Когда мы ездили в последний отпуск, муж мне подарил эти наушники. Причем он знает, что я постоянно пользуюсь своими Apple'овскими наушниками. Но почему именно эти были круто именно в путешествии? Потому что здесь идет вот такая вот штучка. Это, кстати, наушники у меня от Sony. В общем, вот такая штучка идет, она на прищепке. Ее можно пристегнуть куда-нибудь там, я не знаю, в карману. Но и главный смысл этих наушников в том, что вы их включаете, и они подавляют шум. И они вот такие вот, знаете, которые прям вот в ушко вставляются. И, в общем, они полностью практически подавляют шум. И когда вы в самолете летите, это настолько колоссальная разница. И они стоят, опять же, недорого. Есть аналогичные всякие наушники, которые прям большие, такие все ухо закрывают. И они там прям супер мощные. Но они, соответственно, и стоят. А это довольно бюджетный вариант, но при этом он работает просто обалденно. Когда он мне их в самолете надел, я настолько была в шоке. Потому что действительно такая разница, настолько тише и настолько приятнее. Можно... Ну, я просто в самолете мыслей своих не слышу из-за этого шума. А тут просто очень удобная вещь. Так что, если у вас есть какой-то знакомый путешественник, который часто летает на самолете, вот такой подарок, я думаю, был бы очень кстати. Следующая категория подарков — это такие более уже персональные какие-то вещички. Мне кажется, зимой всегда актуальны какие-то уютные подарки. То есть, вот такие носочки праздничные, по-моему, безумно мило было бы получить подарок. Причем я это купила действительно как подарочный набор. Были одни вот такие вот яркие, другие черные носочки с такими красными носиками и пятками. И мы разделили с мужем, он забрал себе черные, а я вот эти вот красные. Они очень мягкие, очень уютные и с удовольствием буду зимой таскать. Сюда же к носочкам я бы отнесла разные тапочки, пижамы, халаты. В общем, все, во что можно укутаться зимой для того, чтобы было приятно, уютно сидеть, смотреть один дома, например. Еще как вариант предлагаю вот такие вот шелковые маски для сна, потому что сейчас будут длинные праздники, у нас точно у всех собьется режим сна, будем спать днем для того, чтобы солнце не мешало. Вот такие вот маски будут очень полезны. У меня это, кстати, маски из натурального шелка, из магазина Maison de Papillon. Я уже, кстати, вам в инстаграме как-то раз показывала, когда вот у меня появилась только вот эта маска. И сейчас для зимнего периода более уютненькая такая синяя масочка тоже. Еще один вариант подарка это украшение, он довольно распространенный, на мой взгляд. Но тут стоит сказать такую вещь, что если вы не знаете, какого типа украшения любит человек, лучше не рисковать. Потому что я, например, ношу только серебро и белое золото. Если мне подарят золотые украшения, скорее всего, они останутся у меня лежать в шкафу и будут просто напоминать об этом человеке. Мне будет очень приятно, но носить эти украшения, скорее всего, не смогу. Поэтому, если вы не знаете, что любит человек, какие украшения он носит, тогда я предлагаю пойти по более легкому пути и выбрать просто какие-то очень праздничные. То есть такие вот, которые он наденет на этот праздник, скорее всего. То есть сережки, например. То есть я хочу сейчас показать вам одни серьги, которые не совсем в моем стиле, но они настолько праздничные и настолько красивые, что я их просто обожаю. Это вот такие вот серьги от Сваровски. Мне их подарил муж. Не помню, на какой праздник, но, естественно, это не то украшение, которое я буду носить постоянно. Но на разные какие-то серьезные, важные ивенты эти серьги меня столько раз уже выручали. Они просто обалденно красивые. В последнем видео вы их видели. Ну, в одном из последних видео вы на мне их видели, и я столько комплиментов получила. Просто с ума сойти. Так что, если вы не знаете, что носит человек, какие украшения он предпочитает, тогда возьмите что-то вот такое, что было бы совсем праздничное, совсем новогоднее. Как вариант, еще можно подарить какие-то украшения для волос. Я вам рекомендую Vita Peroni. Это просто обалденные заколки. Я их все время покупаю, когда приезжаю в Эстонию, потому что у нас, к сожалению, они здесь не продаются. А, кстати, еще вот про украшения хотела сказать, что лучше дарить какие-то... То есть, я понимаю, что мы все отталкиваемся от наших возможностей, но все-таки лучше взять что-то маленькое, на мой взгляд, но более качественное, такое, как, например, среди заколок и Vita Peroni, или среди украшений какие-то более тоже известные бренды. Потому что, опять же, вероятность того, что человеку это понравится, что эта вещь будет служить действительно ему долго, намного выше, чем если подарить какую-то, ну просто, я не знаю, обыкновенную царску с китайского сайта. Так что, на мой взгляд, просто подарки на Рождество и Новый год должны быть более какими-то памятными. Пускай он будет более маленький, но будет долго служить и будет действительно красивый и очень хорошего качества. Так вот, заколки от Vita Peroni, которые у меня есть, это вот такой вот, не знаю, как это называется, она вот так вот отщелкивается, заколка, но я думаю, многим девочкам они знакомы, абсолютно универсальная вещь. Либо я даже предлагаю вот такие вот невидимки, потому что невидимки нужны, ну, практически всем девчонкам, а тем более, если они вот так вот красиво украшены разными какими-то бусинками, то просто отлично будет смотреться в любой прическе. Следующая категория – это подарки для дома. Тут много вариантов, особенно в предновогодний период, потому что, опять же, в магазинах столько всего красивого для украшения дома, что, ну, разгуляться есть где. Я предлагаю обратить внимание на ароматные свечи. Если, опять же, вы не знаете, какие ароматы предпочитает человек, то обратите внимание на какие-то более праздничные, такие тематические, то есть какой-нибудь аромат выпечки или ванильные запахи. Скорее всего, большинству они будут нравиться, так что свечки ароматные – это один из классных вариантов. Я очень люблю свечи от Bath & Body Works. Еще один довольно типичный вариант подарка на Новый год и Рождество – это ароматные чаи. Причем лучше выбирать, раз уже вы делаете подарок, опять же, какие-то более качественные сорта чая, можно где-то развесные покупать, можно составить набор из разных каких-то вкусов и ароматов, чтобы человек попробовал всякие разные в течение вот как раз этого новогоднего отпуска. Так что вот мне кажется, это просто отличный подарок. Я была бы безумно довольна, если бы мне подарили разные какие-то чаи, потому что я очень люблю пить чай. Еще один вариант новогоднего подарка – он очень простой, очень доступный, но при этом, мне кажется, настолько классный тематически и мог бы стать настолько чудесной просто новогодней какой-то традицией между вами, вашими родственниками, вашими друзьями – это дарить елочные игрушки. Потому что если игрушки какие-то классные, очень интересные, представьте, насколько приятно будет доставать каждый год елочные игрушки. И вот, например, я когда эту лошадку буду сейчас вешать на елку, я буду вспоминать своих друзей, которые нам подарили эту елочную игрушку. Это настолько здорово, это настолько душевно. И вот это как раз тот подарок, который, ну, скорее всего, будет храниться очень долго. Выбирайте, конечно, желательно не сильно бьющиеся игрушки. Вот такая вот лошадка, как я уже сказала, у нас есть. Еще очень интересная игрушка – это вот такие вот санки. Мы ее сами с мужем купили, конечно, но, опять же, если бы мне подарили такие санки с варежками, мне было бы очень приятно. И еще у нас есть вот такая, как вариант, звездочка или как-то снежинка, наверное. Она у нас просто пластиковая, но я знаю, что Сваровский каждый год выпускает коллекцию, то есть из нескольких разных вот таких вот снежинок. То есть, если, допустим, у вас есть возможность подарить елочную игрушку какую-то подороже, то я думаю, многим было бы приятно получить какую-то вот такую уникальную снежинку от Сваровский. Но я пока довольствуюсь вот этой. Еще один очень уютный такой теплый и приятный новогодний подарок – это пледы. Я пледы просто обожаю. И поэтому, когда у нас было новоселье, я всех просила дарить мне пледы, потому что, ну, это настолько уютно, это создает вот такое тепло и мягкость в доме. Особенно мне нравятся вязаные пледы. В них действительно очень приятно укутываться, если вы еще и сами его свяжете. Мне кажется, это просто обалденный будет подарок. Так что, обязательно обратите внимание на пледы в магазинах. Можно белый, можно разные красные такие новогодние. И разные орнаменты же есть новогодние и праздничные. Так что, вот честно, это настолько приятный, уютный подарок. От всей души рекомендую обратить на них внимание. Еще один вариант очень такого душевного и памятного подарка – это подарить вашим родителям или друзьям, или, не знаю, любым каким-то родственникам вашу совместную фотографию. Вы можете ее красиво распечатать, поставить какую-нибудь очень классную рождественскую рамочку. Очень красиво это, опять же, по праздничному упаковать. И это будет настолько здорово с душой. То есть, это будет сразу видно, что вы не просто так пошли и купили какую-то первопопавшуюся вещь. У меня вот здесь на фоне вы можете видеть фотографию, которую мы делали на прошлый Новый год. Там я, мой муж и Миша у меня на коленках. И вот, опять же, я думаю, что моим родителям было бы очень приятно получить в подарок именно красивую рамочку, в которой была бы вставлена фотография любимой дочери в ее семье. Так что, я думаю, это интересная идея, и на нее стоило бы обратить внимание. И раз уж у нас сегодня такая тематика, и декабрь – это месяц подарков, то продолжайте, пожалуйста, смотреть это видео. Я сейчас расскажу вам об одном очень классном конкурсе, где вы сможете выиграть очень интересные призы. Итак, мы с компанией Opera проводим конкурс, с которым разыгрываем смартфон Fly, а самые креативные из вас могут выиграть еще и 15 тысяч рублей. Условия конкурса достаточно простые, все детали вы сможете найти по ссылке под видео. И, в общем-то, все, что вам необходимо сделать, это поделиться закладками, используя последнюю версию браузера Opera. Давайте я вам сейчас покажу, как это делается. Я хочу отправить свои закладки моему Деду Морозу, чтобы он знал, что я хочу получить на празднике. И первая моя хотелка – это новый хайлайтер от Chanel, который вышел этой зимой, поэтому я захожу на сайт Chanel и нахожу сам этот продукт. Вот эта красота. Теперь для того, чтобы добавить его в закладки, мне надо просто нажать на это сердечко, и я добавлю еще папку отдельно «Подарки». Добавляю. Еще одна вещь, которую я хотела бы получить в подарок на эти праздники – это палетка LORAK Unzipped. Нахожу ее здесь на Амазоне. Вот она. И делаю то же самое. Добавляю в подарки. И давайте посмотрим третье, что я хочу. Для этого пойдем на сайт Sephora. И я хочу палетку от Hourglass. Вот она. И добавляю ее тоже в избранную. Давайте теперь посмотрим, что у меня получилось. Идем в мои закладки. Открываем папку «Подарки». И вот все три мои «Хотелочки». Для того, чтобы ими поделиться, я нажимаю кнопку «Share». Тут все просто. Нажимаю еще раз «Share». Теперь у меня есть прямая ссылка, которая ведет на все мои подарки. Я могу ее скопировать. Давайте посмотрим, как это выглядит. Вставляю ее в адресную строку. Вот что у меня получилось. Теперь эту ссылку я могу отправить друзьям или разместить в своей социальной сети какой-нибудь. Или отправить своему Деду Морозу. И, в общем, все будут знать, что я хотела бы получить на праздник, и не надо будет ломать голову. Еще раз напоминаю, что все условия конкурса будут по ссылке под видео. Обязательно участвуйте. Желаю всем удачи и до встречи в следующих видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok